Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом нашей государственной политики. Скажу больше. В былые советские времена у нас много занимались идеологией. Мы стремились к тому, партийные, комсомольские, советские даже органы, чтобы охватить наибольшее количество населения своим идеологическим воздействием. В основе лежало слово. Но поскольку времена меняются, появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить нормальную идеологию в это массовое воздействие. Это спорт. Спорт – это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров. Выходит один спортсмен или группа спортсменов. Упаси нас, Господь, не так, как наши хоккеисты недавно порадовали народ. Что одна, что вторая сборная. И в честь этого спортсмена, считая всего народа и всей страны, звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей? Вы это знаете. Сегодня мы попытаемся в очередной раз проанализировать эффективность работы отрасли. При этом особое внимание уделим проблемам развития летних видов спорта. Главный показатель – высокий спортивный результат. Все остальное – болтовня, никому не нужная. Есть результат – есть работа. Нет результата – зря потратили деньги. Будем откровенны. В летних видах этот результат не тот, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Достойно выступают лишь команды относительно достойно по гребле на байдарках и каноа, прыжкам на батуте, некоторым видам борьбы. Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше. А стрельба, а гимнастика, а легкая атлетика, фехтование, гребле академическое, плавание. Я перечислю то, где мы имели огромное количество медалей. Почему эти традиционно сильные для нас виды спорта лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств? Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно тоже можно, исключив в бате, сказать о футболе. Спорт не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов. Атлета, тренера, врача, ученого, каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения, в том числе на совещании по зимним видам спорта в апреле этого года. Необходимо обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль. Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные. Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах. Подготовки кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении и финансировании. Как работают спортивные федерации? Председателями большинства из них избраны известные специалисты в своих видах спорта. Все стали большими начальниками. Даже спортсменов не знаете своих лучших. Надо обеспечить этих спортсменов, как мы их называем, топ-уровня, соответствующим инвентарем, если это технические виды. Всем необходимым, чтобы они показывали результат. Предоставить тренеру узкопрофильных. И прочее сопровождение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok